Добрый день, уважаемые слушатели! Приветствую вас на нашем канале и благодарю за то, что вы выбрали его для изучения теоретических основ электротехники. Сегодня к вашему вниманию предлагается четвертая лекция темы «Основные понятия и законы электрических цепей». И сегодня мы рассмотрим идеальные активные элементы электрических цепей. Вначале мы подведем краткие итоги предыдущей лекции, потом рассмотрим, какие вообще активные элементы существуют, рассмотрим общее свойство этих реально существующих активных элементов, а потом начнем идеализацию. Введем два идеальных активных элемента, назовем их источник напряжения и источник тока. Ну и в заключении мы посмотрим, каким образом при помощи этих двух идеальных элементов можно моделировать, можно составить эквивалентные схемы замещения реальных активных элементов. Прежде чем мы начнем нашу лекцию, хочу обратить ваше внимание. Пожалуйста, если вы еще не подписаны на наш канал, сделайте это прямо сейчас. Если вам это видео понравится, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забудьте, пожалуйста. Ну и еще обратите внимание на описание к этому видео. Там вы найдете некоторые полезные ссылки. Прежде всего, это ссылка на путеводитель по каналу, который позволит вам быстро ориентироваться в обилии видеоматериалов, которые есть на канале. На сегодняшний день их больше 250. Особенно это относится к видео решения задач. Пожалуйста, перейдите на наш телеграм-канал и подпишитесь на него. Тогда вы будете знать последние новости и анонсы предыдущих событий. Ну и если у вас есть возможность поддержать канал, пожалуйста, перейдите по ссылке Монобанка. Буду вам очень благодарен. Итак, в предыдущей лекции мы с вами рассмотрели идеальные пассивные элементы. Начали мы с того, что отметили, что в природе нет элементов, у которых нет всех трех свойств. Отсутствовали или одно, или два из перечисленных свойств. Помните эти свойства? Это проводимость, это индуктивность и это емкость. Однако для упрощения анализа электрических цепей мы используем идеализацию и называем идеальным элементом такой элемент, который имеет только одно из трех свойств. Только либо проводимость, либо только индуктивность, или только емкость. В природе таких элементов нет. Это абстракция. Идеальный элемент, который имеет только проводимость, но не имеет индуктивности или емкости, мы назвали резистором. Элемент, который обладает только индуктивностью, но не имеет, обратите внимание, сопротивления и емкости, мы назвали катушкой индуктивности. Или просто катушка мы будем в дальнейшем часто говорить. И последний, третий идеальный элемент, который имеет только емкость, но не имеет проводимости и индуктивности, называется конденсатором. Слова сопротивления и проводимости выделены красным здесь неспроста. Обратите внимание, катушка не имеет сопротивления. Сопротивление внутренней катушки мы считаем равным нулю. А вот конденсатор не имеет проводимости. А величина обратной проводимости, помните, что это такое? Это как раз сопротивление. Так вот, величина обратная нулю, это бесконечность. И сопротивление конденсатора является бесконечно большим. Мы будем это свойство использовать не один раз, изучая электрические цепи. В предпоследней лекции мы ввели зависимости между токами и напряжениями идеальных элементов в виде таблицы. Эту таблицу нужно помнить, потому что мы будем часто ею пользоваться. Ну, если мы сказали А и ввели идеальные пассивные элементы, то сейчас мы должны сказать Б и продолжать идеализировать активные элементы электрических цепей. Прежде всего, какие активные элементы бывают, мы можем встретить. Их масса. Количество видов этих элементов разнообразно. Ну, например, начиная от батарейки карманного фонарика или часов и заканчивая атомной электростанцией. Однако, по природе генерации электрической энергии, мы можем элементы условно разделить на несколько групп. Первая группа – это элементы, которые преобразуют энергию химических реакций в электроэнергию. Это батарейка, но это одноразовый элемент. Когда батарейка разрядится, восстановить ее нет практически никакой возможности. А вот аккумуляторы, более развитые устройства, они позволяют заряжаться. Они позволяют преобразовывать электрическую энергию в химическую при заряде. И наоборот, в нормальном режиме эксплуатации, при разряде, они преобразовывают снова химическую энергию в электрическую. Солнечные панели преобразовывают в электрическую энергию энергию солнечного света. Но наиболее распространенной группой устройств генераторов являются устройства, которые преобразуют в электроэнергию механическую энергию. Ну вот простейшее такое устройство, это тот же карманный фонарик, только механический, без батареек. Ну и заканчивая, как я уже говорил, атомной электростанцией. Пожалуйста, обратите внимание, что все перечисленные активные элементы, от батарейки до АЭС, для получения электроэнергии используют силу неэлектрической природы. Химические реакции, солнечный свет, механическая энергия, может быть тепловая энергия, может быть акустика и так дальше. Но самое главное, что мы неэлектрическую энергию преобразуем в электрическую и используем эту неэлектрическую энергию для создания разности потенциалов на зажимах этих устройств. Сила, которая действует внутри каждого из этих устройств, сила, благодаря которой электрические заряды растаскиваются принудительно по разным полюсам, движутся внутри этого устройства, называется электродвижущей силой. Эта сила не относится к электрической силе и всегда имеет неэлектрическую природу. Теперь познакомимся с общим свойством всех вышеперечисленных элементов. От батарейки до атомной электростанции. Ну, возьмем батарейку, которой мы подключим какую-то нагрузку. Вот батарейка, вот ее условное графическое обозначение. А вот сопротивление нагрузки, которое мы подключили к этой батарейке. Это сопротивление является переменным, это подчеркнуто тем, что его условное графическое обозначение перечеркнуто. Меняя это сопротивление, мы можем увеличивать, когда сопротивление меньше, или уменьшать нагрузку, когда сопротивление больше. Соответственно, изменяя ток, действующий в этой электрической цепи. Обратите внимание, ток в этой электрической цепи действует через этот активный элемент. Этот ток мы будем измерять амперметром, а напряжение на этом активном элементе будем контролировать при помощи вольтметра. И сейчас мы с вами начнем увеличивать ток от нуля до какой-то большой величины. И фиксировать при этом соответствующее значение напряжения на активном элементе. Мы будем строить вольтамперную характеристику нашего активного элемента, или, как говорят, вах, сокращенно, реального активного элемента. Когда ток равен нулю, напряжение на зажимах нашего элемента максимально и равно численно его электродвижущей силе. А вот когда мы начинаем увеличивать ток, напряжение начинает падать. И в конце концов наступит такая точка, когда напряжение упадет до нуля. То есть вольтамперная характеристика реального активного элемента всегда имеет падающий характер. С ростом тока напряжение уменьшается. Почему так происходит, мы с вами детально разберемся впоследствии. Однако уже сейчас могу сказать. Причиной такого нехорошего поведения активных элементов является то, что внутри каждого элемента, начиная от батарейки и заканчивая генератором на атомной электростанции, находится какое-то ненулевое внутреннее сопротивление. То есть на самом деле вот здесь или вот здесь скрыто какое-то сопротивление. И электрический ток, проходя по внешней цепи, а потом по цепи генератора, по цепи этой батарейки, создает падение напряжения на этом сопротивлении. Это падение напряжения сконцентрировано внутри источника и является вредным. Вот посмотрите, вот это напряжение внутреннее за счет внутреннего R-internal сопротивления нашего элемента. Умножившись на ток, мы получаем вот это внутреннее напряжение, которое вычитается из напряжения, которое генерируется батарейкой, электродвижущая сила, и тогда в цепь мы получаем уже меньшее напряжение, нежели то, которое было, когда тока вообще не было. Вот что мы получаем в цепь. Это ЭДС минус вот это внутреннее падение напряжения. Значит, наличие внутреннего сопротивления обуславливает падающий характер вольтамперной характеристики реального активного элемента. Ну а сейчас мы, познакомившись с вот этим общим свойством всех реальных активных элементов, можем приступать к идеализации. Введем в рассмотрение первый идеальный активный элемент. Идеальный элемент, напряжение на котором не зависит от его тока, называется источником напряжения. Напряжение не зависит от тока. Вот посмотрите вольтамперная характеристика. А вот напряжение, которое всегда остается равным электродвижущей силе, и от тока не зависит. Каким бы большим ни был ток, напряжение остается неизменным. Этот элемент на схемах обозначается кружочком диаметром 10 мм со стрелочкой внутри. Стоящее рядом буквенное обозначение, маленькая буква Е. Это общий случай обозначения переменной во времени электродвижущей силы. А если эта электродвижущая сила нашего источника постоянно во времени, мы, как договаривались уже когда-то, будем использовать для ее обозначения большую букву Е. Что показывает стрелка внутри источника? Она нарисована не просто так. Она показывает направление возрастания потенциала. Она показывает клемму источника, которая имеет положительный потенциал по отношению к противоположной отрицательной клемме. Более высокий потенциал, более низкий потенциал. Давайте вспомним. В качестве условного положительного направления напряжения мы договорились выбирать направление от плюса к минусу. Значит, напряжение на зажимах источника напряжения направлено так, как показано здесь этой синей стрелкой, а вот электродвижущая сила этого источника направлена в противоположном направлении. Запомните, пожалуйста, что напряжение на источнике напряжения всегда противоположно по направлению его электродвижущей силе или ЭДС. Это очень важно. И мы с вами в дальнейшем об этом должны помнить, чтобы не избежать появления ошибок. За счет того, что напряжение может быть любым, вернее, остается неизменным, а вот ток может быть любым, ток может быть любым через этот источник, как по величине, так и по направлению. И если этот ток не определяется параметрами этого источника, видите, тут написано, что не зависит от тока напряжения, а про ток ничего не сказано, то означает, что ток определяется параметрами цепи внешней по отношению к этому источнику напряжения. Так вот, если ток может быть сколь угодно большим, а напряжение не меняется, то это означает, что источник напряжения может генерировать любую, в том числе и бесконечно большую мощность. Пусть вас не смущает бесконечность, ведь мы сейчас говорим о источнике, которого реально нет. Это идеальный источник. Такие свойства источника обусловлены тем, что внутри него нет внутреннего сопротивления, оно равно нулю. Поэтому какой бы ни был ток, напряжение, потерь напряжения внутри источника не существует, и вольтамперная характеристика сохраняет постоянный характер. Запомните, пожалуйста, что внутреннее сопротивление источника напряжения равно нулю. Но это не единственный источник. Второй идеальный источник тока. Это идеальный элемент, ток которого не зависит от его напряжения. По определению источника тока, а вот посмотрите, наша вольтамперная характеристика, ток не зависит от напряжения, вот эта перпендикулярная к оси току прямая, и есть вольтамперная характеристика идеального источника, источника тока. Ток, вот он фиксирован, и ток этого источника неизменный, независящий от напряжения, обозначается буквой йод. Маленькой буквой йод, в случае переменного во времени тока, или большой, в случае постоянного. А вот эти две стрелки, двойная стрелка, это условное графическое обозначение источника тока, направление этой стрелки показывает направление тока этого источника. Этот ток всегда имеет вот такое направление, как здесь дважды показано этой двойной стрелкой, и всегда имеет величину, равную йод. Как правило, она известна и задана в задачах. А от чего тогда зависит напряжение на зажимах этого источника? Напряжение может быть любым, как по величине, так и по направлению, и определяется оно, как и в прошлом случае, внешней цепью по отношению к этому источнику. Этот источник также может генерировать бесконечно большую мощность. А вот, что можем сказать о сопротивлении этого источника? Такое поведение, такая вольтамперная характеристика, когда ток, действующий через этот источник, не зависит от нагрузки, не зависит от сопротивления, которое к нему подключено, возможно только в том случае, если внутри этого источника находится бесконечно большое сопротивление. В этом случае любое сопротивление, подключенное извне к этому источнику, будет бесконечно малым по отношению к сопротивлению этого источника, и можно будет полностью пренебречь. А вот внутренняя проводимость источника тока равна нулю. Это величина, обратное сопротивление. Мы ввели рассмотрение два идеальных источника, а теперь давайте посмотрим, как при помощи идеальных элементов можно смоделировать поведение реального элемента. Мы составим эквивалентную схему. Эквивалентная схема – это схема, которая состоит из идеальных элементов, но по своим свойствам эквивалентна какому-то одному реальному элементу или участку цепи. Помните, участок цепи и элемент – в принципе, это такие взаимно переходящие в друг друга вещи. Вспомните нашу вторую лекцию. Так вот, есть напряжение на зажимах этого реального элемента. В схеме замещения это напряжение моделируется вот, допустим, здесь, при помощи источника напряжения. А вот наличие внутри этого источника вот здесь сопротивления внутреннего моделируется тем, что последовательно с идеальным источником напряжения включается еще один идеальный элемент – резистор, равный внутреннему сопротивлению источника. И тогда с точки зрения вот этих зажимов, вот этих зажимов, а вот эти зажимы у нашего реального источника, вольтамперная характеристика, мы об этом еще подробнее поговорим, когда будем изучать законы Киргофа, имеет вот такой падающий характер. То же самое, тот же самый элемент можно смоделировать при помощи источника тока. Однако этот источник имеет бесконечно большое сопротивление, а реальный должен иметь какое-то конечное сопротивление внутреннее. Чтобы это смоделировать, мы подключаем это внутреннее сопротивление параллельно источнику тока. По своим свойствам эти две схемы абсолютно одинаковы. А это означает, что мы сможем, зная параметры одной схемы, в свое время рассчитать параметры другой схемы замещения. Об этом мы с вами поговорим несколько позже. Наша лекция подошла к концу. Сегодня мы с вами узнали о том, что любой реальный активный элемент цепи имеет внутреннее сопротивление. Наличие внутреннего сопротивления является причиной не спадающего характера вольтамперной характеристики. То есть с увеличением тока через элемент напряжение на нем уменьшается. Идеальный элемент, напряжение на котором не зависит от тока, это источник напряжения. И наоборот, идеальный элемент, ток которого не зависит от напряжения, называется источником тока. Внутреннее сопротивление источника напряжения равно нулю, а внутреннее сопротивление источника тока бесконечно велико. Мы можем построить любой реальный активный элемент из двух идеальных, либо при помощи идеального источника напряжения, либо при помощи источника тока и еще одного идеального элемента резистора, который включается или параллельно, или последовательно, в зависимости от вида замещения. Теперь в конце четвертой лекции мы можем сказать, что наконец-то мы знаем все необходимое о свойствах элементов электрических цепей. Но нам нужно поговорить о еще одном таинственном свойстве самих этих электрических цепей. Это будет темой нашей следующей лекции. Я благодарю вас за внимание. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Ну а если вы еще не подписались на канал, нажмите кнопку подписаться. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok